Ну, здравствуйте, рад вас видеть, помолодели. Я не могу, замучил, а я еще после того, как бы намекнули, да, не будет, строите себе там. Ну а что я, они меня так и раздражают все, вот это вот невыносимо вообще. Да, это вам вообще, как бы, это, ну, когда ты не можешь, она щекотит, я хоть взял, почесал себе, и все нормально. Тут что с тобой говорить-то? Конечно, одни раздражения. Одни раздражения, чешешься, и ты лежишь просто, и все, и у тебя там потом не то, что там, и кидаться потом будешь. А в вашем положении-то я вообще не знаю, как вы еще мирно сохраняете. Мне казалось, я бы всех, весь мир ругал бы, весь, потому что я, ну, не знаю, вот я, ну, как так это, может, если можно представить. Ну, а через это все и проходят. Важно потом выйти из этого состояния. А так, так что у всех однозначно этот самый, ну, у кого-то затягивается, у кого-то быстрее и медленнее, у кого-то он вообще не проходит в это состояние. Ну, да, я вот, я вот смотрел, ну, думаю, да, вот вы все-таки как-то, я вот, у меня мысль, так это, недавно, я думаю, знаете, главное с вами перед вашей смертью увидеться, и потом вас попросить, чтобы вы, когда вы предстанете перед Богом, даст Бог, если я раньше не уйду, чтобы вы бы мне перед Богом попросили. Слушай, я молюсь за всех каждый день, что же я там молиться не буду, что-то. Ну, вот я, я, нет, ну, я прямо, вот, прямо хотел, чтобы, вот, Господи, что главное, вот меня, вот через Сергея меня, я бы Сергея попросил, чтобы меня грешным, чтобы Господь не оставил, потому что я... Я сейчас, это, есть ВКонтакте, могу дать ссылку, отследить был такой Марат Гарипов, в общем, он актер был. Ну, спортсмен такой, он в Каскальевской роли играл там, и у него, его болезнь такая постигла, болезнь Баса называется. Ну, склероз такой, особой формы, очень редкое заболевание. Ну, вот, ну, ходит, ходит человек, бах, и все, на него слабость нападает, мышцы атропируют суставы, и все, и человек, как бы, постепенно угасает, и у него перестает вообще, у него даже, это челюстные вот эти мышцы атропируются, вот, я не знаю, сколько он, может быть, 5 или 6 лет, вот, недавно его похоронили, пролежал, и, и так он не пришел, вот, это состояние смирения, ну, там ролики у него, вот, стоят на этом сайте, вот, люди, вроде приходили к нему люди, да, помогать, и он, как бы, предъявлял такие претензии, особенные к ним. И вот, ему даже первые годы помогал Кочердин Андрей, боксер Валойков, помогал ему, то есть, приезжали, и, как бы, он людей от себя сам, вот, отгоняет вот этим поведением своим, ну, то есть, как будто ему все обязаны, то есть, ну, настойчиво, так что вы мне должны помогать, и все, там у него ролики, вот, стоят такие, и, как бы, я его пытался, вот, переубеждать тоже, ну, последние, вот, три года, ну, не то, что переубеждать, я давал там ссылки, почитать это, и его востребрание, вот, я говорю, ну, мы призваны к тому, чтобы, через болезнь, у него нет навязчивых идей, что нет, я вот встану все равно, ну, и, как бы, вот, и все, и в этом состоянии, можно сказать, он ушел. Ну, вот, не приведи Господь. А он, а он, он был, как, судя по фамилии, мусульманин, да? Ну, Татарин, это отец у него, Татарин, мать, русский. Мусульманское имя у него, фамилия, в той же время. Воник, православный, он все, он и причащался к нему, там священник приходил и все. И в то же время он находился в таком состоянии, да? Ну, да. Я его, как бы, крестом подвигал, я его надену, хоть крестом. Он как-то одно время одел крест, видно, там, на ролике, когда он опять его снял. И как вы, вот, сейчас, вот, ну, как бы у вас, какое состояние, вот, как, где он сейчас? Господь, Влад его? Я даже думал, Борис. Да? Ну, ладно, не думайте, ладно. Ну, дайте мне ссылку, мне интересно посмотреть, да. Не, даже, я даже, знаете, я даже знаю, что, потому что, когда я с вами-то общаюсь, мне вы уникальны, я вот не могу никак, некое противоречие всему тому, что я вижу. Потому что я бы, был бы такой, как он, может быть, даже, а может быть, еще кто-нибудь. Относительно, допустим, похорон, вы вот смотрите, допустим, на последний, да, там стоит ролик, на минут пять, наверное, похороны идут, да, то есть к могиле, как люди не подходят, собрались, мы шли 15, там, вот, на последний, как бы, друзья, которые еще к нему более-менее так ходили, помогали, вот, и они молчат, что общатся, вот так вот ворудею, и вокруг этой могилы насыпи, вот это, и молчатся, и головы опущены у всех, такой спор на лицах у всех. То есть радости даже нет, да, не то, что радости, там, а... А я даже, знаете, думаю, если человек умирает, хороший, ну, как хороший, я, насчет хорошего, мне слово «хорошее» не нравится, ну, скажем так, православный, по-настоящему православный. Мне кажется, у всех Пасха на душе. На мой взгляд, когда отпевают человека, ну, как сказать, Господу Он угодил чем-то, то ангелы, как бы, слетаются, и такая, какая-то вот, ну, происходит какое-то удивительное чувство Пасхи, вот эта Пасха, которую ты ощущаешь на храме, именно на Пасхе, вот это чувство вот этой какой-то надежды, какой-то радости. Я вот думаю, Господи, главное, чтобы... А кто-то сказал, да, говорит, как, говорит, надо жить, а надо так жить, как будто вот ты завтра умрешь, и сколько людей придут тебе с тобой проститься, просто по-хорошему, по-хорошему проститься, то есть просто придут, это же просто прийти, там умер человек, отбросить свои дела и попросить, проститься с ним, значит, что-то надо с этим человеком, ну, что-то, чем-то, ну, словами с вами, чтобы люди, ну, реально ощутят в себе потери, как будто из них что-то выручил. Да, абсолютно верно, да. Вот эта потеря, то есть, ты понимаешь, что с этим больше уже не будет доставать, что-то не будет доставать в твоей жизни, и вот это ощущение, что этот человек ушел, и для меня это потеря, для меня лично, я там приеду с ним проститься, то есть вот это есть, ну, как сказать, показатель, что ли, твоей жизни. Ой, и сегодня сейчас такое состояние, какое-то вот, ну, какое тяжкое у меня состояние сейчас, со всеми последними событиями, тут еще Игнат Тихонович со своим, то есть все как-то, а сейчас вот это, а он же не видит опасности, что сейчас в церкви, он же сам участвует, как бы сказать, он является и сам в каком-то смысле разрушителем, то есть он сам этого не слышит. Да, как сказать, я вот сегодня матушку говорю, матушка, послушай Александра Незорова, мы слушали его про Папу Римского, как полезно послушать врагов твоих, а он враг, он на самом деле враг, он этого не стесняется. Он новый, новый, новую капиту, да. А вот я вам, может, сейчас ссылочку тоже сброшу, прямо у этого последнего о Папе Римском, как он, он прям четко увидел, вот знаешь, я говорю, чем хороший наш враг, он смотрит пристально за твою жизнь. Никто так не будет смотреть пристально и смотреть твои недостатки, как только твой враг. Это вообще уникальная вещь. Я говорю, я сегодня, я сегодня, я не знаю, Александра Незорова, я, конечно, я реально с ним, я с ним думал, у меня с ним другой, но я его сегодня услышал, потому что какие-то вещи, он еще с юмором, он очень остроумный человек, очень, он семинарий, он подготовлен юридически, очень хорошо, он каноны знает, то есть юридически, канонически он все знает, и то есть какие-то вещи он просто четко, четко, как говорится, на пальцах тебе объясняет всю ситуацию, что произошло с этой встречей. И все эти разговоры про догматы, православие, ведь на самом деле все это никому не интересно, дело совершенно в другом, дело в колоссальных деньжищах. Я где-то внутри понимаю, что произошла какая-то страшная вещь, необратимая вещь в церкви, необратимая, вот еще страшная, сегодня произошла необратимая вещь, и сегодня это, мы сейчас пока только все оцениваем, что произошло, он же, оказывается, я думал, что архиерейский собор он был и словил на это, нет, оказывается, что он в тайне поехал на эту встречу, да, он тайно поехал на эту встречу, и собор об этом, по сути, не знал, он говорит, никто об этом не знал, то есть он, и Днезоров говорит, он как турист приехал, он его называет, не патриарх, конечно, он его называет по фамилии, Гундяев, пришел турист Гундяев что-то подписал от церкви, Он же четко, четко увидел это. И он наплевал на всю историю какую-то, какие-то там, на все какие-то отцов святых, которые там написали о католиках, что даже с ним разговаривать не стоит. То есть он все на все это растоптал, распинал. И какой-то необратимый процесс, которым мы просто созерцаем это. Мы просто, что нам остается делать? Ну, если сейчас там изойтись какую-то эту, ну, то внутренне он принес расколы сегодня, он больше принес мотивации для раскола, чем кто-либо. Потому что он так сегодня разделяет церковь этим, что ты с кем? Если ты с тем, кто целуется с мусульманами, говорят, они братья, с католиками они братья, у нас такого никогда не было. У нас блели всегда церковь, и этим она остается сильна. Церковь православная остается именно в том своем духе. И я пришел в эту церковь именно из-за этого. Вот эта тяжесть от того, что наш патриарх, ну, выполняет какой-то другой заказ. То есть явно причина не то, что там провозгласили, там какой-то мир во всем мире, то есть вот это... Что это? Да какой мир? Да это чушь вообще полнейшая. Какой мир? Что от этого станет лучше тем христианам, которых убили, или перестанут убивать христиан? Абсолютно верно. Кому от этого станет лучше? Ну, я там не обладаю какими-то способностями. Я просто задаю вопрос, что они... христиан начнут убивать меньше? И то, христиан убивают. Вот, а, нет, вот сейчас я сейчас слушал его, он говорил, ему задал какой-то там вопрос, говорит, что в церкви сейчас идет волнение. И он говорит, что мы находимся сейчас в изоляции. И вот, типа, надо, чтобы, типа, нам эту изоляцию сейчас преодолеть, нам надо вот идти навстречу. Чтобы, ну, то есть изоляция, что... Ну, что, что изоляция? Изоляция это есть, это некое, все равно есть какая-то, ну, то есть это все какая-то профанация. Ну, я бы понимаю, они бы устроили какой-то захват. Я бы вот, вот это бы я понял. Я говорю, они вообще не проработали. Я думаю, им надо двойку поставить за тем закулисным менеджером, который все это устраивает. Надо захватить было в заложников, там, христиан и держать их. И потом встреча только Папа Римского, и это должны не быть и мусульмане. Как мусульмане? Ну, мусульмане уже убивают. Как может Папа Римский остановить мусульман? То есть какое воздействие на мусульман-то может оказать? Заголовок дали вот эти встречи в журналах, видимо, ну, прессе. То, что святейший Патриарх всей Руси, святейший Папа Римский. Да, 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 абсолютно верно. Это общее, это уже официальное, это уже официальный документ. Как это? Как это? Святейший Папа Римский. Святейший Папа Римский. У меня даже язык не поворачивается это говорить. А это все написано. Ну, то нет. То есть то, что я знал, что этот засланный, он засланный казачок, как говорится. Патриарх был избран уже неправильно. И то есть это было уже явно как-то, куда-то это шло не туда. То есть я думал, когда же он начнет действовать, уже явно действовать. Но он еще понял, что еще не готова общественность. Общественность, что такое общественность? Еще все, еще не накормленные. Надо всех накормить было. Дать им, как сказать, деньги надо было дать, зарплаты надо дать. Посадить всех на хорошие оклады, чтобы они хорошую машину купили, хорошие квартиры купили. То есть посадить их на сытую жизнь. А сегодня все, мы уже стали толерантны. Вот это слово толерантны, вот это, это же не просто пустая. Я сегодня отцов наших спрашиваю, такие отцы вроде казалось бы, ничего страшного нету в этом, ничего страшного нету. И как ничего страшного нету? И как, ну хотя бы, давайте хоть, я не говорю, сейчас надо, сейчас взять и отделиться, мы это не можем. И сейчас мы это, ну хотя бы между собой мы определимся, что это не очень хорошо его поступок. Что этот поступок дал всем в церкви? Давайте, я говорю, какие позитивные моменты назовите. Сближение, какое сближение у нас? У нас нет, у нас нет никакого шага. Как я понимаю, это была инициатива нашего патриарха. Как я понимаю, что Папа Римский даже как-то вел себя немножко так, ну ладно, если вы хотите, если вы хотите. То есть у него, у него не было, хотя бы, ну три раза поцелуясь, хотя бы, ну хотя бы, хоть четыре раза поцелуясь, ничего страшного нету. Братья и братья. И я, я помню, помните, это, это, это литургия была, стояли, кто стоял в храме, уже католики стояли, я вначале не понял, так я даже не поверил, лозам. Стоят католические два священника, ну, они еще не молятся, но уже стоят там где-то в ложе первоперсональных гостей, католики стоят. Глаза уже нам одоливают, чтобы... Да, они уже как бы нас приучают к своим этим... Ну и из последних выступлений Папа Римский, призыв его к объединению всех религий, он обозначил, что Бог у нас один у всех, у католиков, у мусульман, у евреев один Бог. Вот и он призывает к объединению. Большинство жителей планеты считают себя верующими. Это должно вести к диалогу и взаимопониманию между религиями. Мы не должны переставать об этом молиться, а также сотрудничать с теми, кто думает иначе. Я верю в Будду, я верю в Бога, я верю в Иисуса Христа, я верю в Бога Аллаха. Многие думают по-разному, ощущают себя по-разному, ища Бога или встречая Бога разными путями. В этом множестве и разнообразии религий есть только одна определенность, верная для всех. Мы все дети Бога. Я верю в любовь. Я верю в любовь. Я верю в любовь. Я верю в любовь. Я надеюсь, вы распространите мою молитвенную просьбу на этот месяц. Этот искренний диалог между мужчинами и женщинами различных верований должен привести к плодам мира и справедливости. Я доверяю вашим молитвам. Всемирная молитвенная сеть Папы Римского Зачем тогда нам... Вообще мне тогда зачем быть православным? Я становлюсь католиком или, предположим, мусульманином. Какая мне разница? Мы все братья. А мусульманам вообще мне жить хорошо. Блудить можно. Убивать можно. То есть все, живи баранов режь, когда надо. То есть делай вид, намазай эти вот эти вот... Ну что? Все это я... Это же очень проще. Там ради этого убивать можно. То есть грех можно совершать. Но я-то понимаю, душа-то моя говорит, нет, это грех. То есть не то, что совесть моя, не душа, а совесть. То есть она еще у меня еще живая, она мне говорит, как убивать? Как можно... Господь нам говорит, молитесь за врагов своих, молитесь, слушайте, когда вас обличают. Идите, то есть цените обличение это, как манну небесную, потому что через обличение тебя Господь очищает твою душу. Да, несправедливо. А Господа... Столько хоть один удар был справедливый по его телу? По его телу, которое не то, что... Оно разве вообще... Господь спустился на землю, и на нем месиво устроили из него. Каждый удар оттал кожу, и шла кровь. Сколько таких ударов там? 123 удара было нанесено. Как он жив остался? Вот загадка. То есть это... Это же... Они по сердцу не били. Да, по сердцу били только там, где... Да, да. Но... Они смотрели на состояние, когда бьют, они смотрят, если он совсем плохой. Когда он до креста не дотянет, его туда не дотянет, а увидят, что он дышит, все нормально, они его методично, они чувствуют. Я сегодня слушаю это собрание, выставил там мой дотикс, да, это собрание, в общем, еще он выступил там, что патриарх прав, то, что встречи в этом ничего плохого нету. Ну, я вот как смотрю, допустим, если... Ну, это наше человеческое, да, что это плохо. Ну, а если рассматривать, ну, с божественной точки зрения, ведь приближается кара Господня, да, на землю и проклят, кто удерживает эту руку карающую, вот. Ну, мы, может быть, и должны дать свободу Господу, чтобы он действовал. По крайней мере, мы уже для тех, кому открыто, мы знаем, что землю нашу, что уже все предначертано и сбывается. Нет, все понятно, но мы все равно должны обозначать, мы должны все равно об этом говорить, мы должны, ну, то есть, вот как произошло, произошло, вот сегодня есть так называемые маргиналы, да, церковные, которые говорили о каких-то НННах там постоянно, какие-то там устраивали там с эти собрания, потом какие-то выставляли какие-то ролики, мало, такие плохого качества. И, то есть, мы все на них смотрели, да вот там, они какую-то всю ерунду несут там, и мы их уже все, они маргиналами стали в церкви, то есть, они их уже там, вот они там, к расколу ведут там, тататат. А сегодня, то есть, эти слова становятся настолько актуальны, что ты уже понимаешь, что нет, маргиналы, это, конечно, сейчас мы их уже, это было так воспитано наше все общество церковное, что они маргиналы, что они ничего не понимают, что у нас, то есть, и все. У нас потихонечку, потихонечку научили, то есть, как бы ввели нам инъекцию, чтобы мы уже молчали, то есть, мы не то, что там, как молчать, молчание, мы должны об этом говорить, мы еще тут хорошего, ничего хорошего здесь нет. И встреча его приносит больше вреда церкви, чем пользы. Пользы нет никакой. Если он является, как бы сказать, ну, он не является, у нас, слава Богу, еще нету апопе римскому, что у нас патриарх святой. У нас этого канона, у нас нету такого. Но сегодня выходит по факту, что критиковать патриарха ни в коем случае нельзя. Ну, как это так? Если патриарх совершает поступки, которые вызывают не то, что там, сомнения, там, вот, а вот вы молитесь, вот это слово молитесь, ну что, молитесь, ну хорошо, я молюсь. Каждую литургию мы молимся. Я вот даже всегда так думаю, господи, за что молиться патриарху? Я говорю, господи, дай патриарху, вот так, когда вот мы Екатеринью произносим на литургии, молитву, а дать уме, благоразумие ему, чтобы он, вот, вот реально, чтобы он вел церковь. И то есть этот, в его руках сейчас лежит вот это хрупкое равновесие в церкви. Он для чего признан? Для того, чтобы мир был в церкви, чтобы не было расколов. А он, наоборот, сам создает этот раскол. Как это так? Еще и говорит, а если вы будете против, вы раскол будете создавать. Ну как так? Он знал, что это будет вызвать такую реакцию. И люди есть очень много таких искренних, честных. Не все там ушли в эти полутона. Вот тут ничего опасного. Тут святые отцы говорят, что у нас, я сегодня отцу позвонил одному священнику, он говорит, да вот там какой-то, какой-то, а, этот старец Илья говорит, что тут ничего страшного нету. И в конце концов, такая антихриста мы примем, и ничего страшного не будет. Вот что. Мы антихриста, мы сейчас все, мы уже все подготовлено. То есть антихриста, сейчас мы это пропустим, проглотим эту таблетку. И все, эти таблетки мы проглотив. То есть у нас уже все полностью будет уже адаптировано тело к антихристу. А что тут такого? Какой хорошенький. И мир приносит всем. Всем мир во всем мире. Какая прелесть. Что кровь, да Господь, война-то идет уже давно, Третья мировая, за наши души. Я говорю, матушка, вот мы как-то разговаривали, говорю, ангельский мир уже определен. Все, уже бесы есть, ангелы, все, они уже определились. То есть у них нет уже перехода. Сейчас остается за человеческим миром, за людским миром. То есть у нас еще есть понятие покаяния, перехода. То есть мы можем от бесовского состояния обольщения этим миром перейти именно к Господу, чтобы мы сказали, что нет, это неправда. Да, наш голос, никто кто нам слышит, этот голос, Господи. Он показал, что я плюю на вас, на вас, церковный народ. Вы не то что народ, вы быдло. Вот это вот, что страшно, быдло. Мы для него быдло. И сегодня как бы архиерея представляет голос народу. Подождите, архиерей не выбирает народ архиереев, не выбирает священников архиерей. Сегодня деревня должна, как раньше было, в деревне выбегали из своего как бы общества, человека, благочестивого, который как-то показал свою жизнь, что он, то есть ну как я выберу он Николай, если он там блудник, как он же он священник. И все знали его, все. А тут блудник, не блудник, голубой, не голубой там, все поставил и архиерей поставил на приход. И как он там служит, да ему плевать вообще там на народ свой, на тот, который приходит к нему. Ему главное, чтобы приносили деньги, правда. Это сегодня очень опасное дело. Посмотрел ролик Андрея Ткачева, такой сейчас, он такой продвинутый священник, и он мне, он как-то, не знаю, я не знаю, мне не близок он. Вот он говорит, что-то говорит, я все понимаю, очень остроумный, все, но не могу я его слушать, вот не могу, у меня, у меня какая-то вот прямо, как вот патриарха, я не могу слушать, ну не могу, ну что мне делать, мне кол на голове писать, ну вот не мой проповедник, не мой. И тут он такой, типа, спокойно, что за паника? Он прям такой, чуть ли уже не на понятиях, что за паника, а? Нормально, все, ну встретились, ну что, побазарились, все нормально, что за? Он такой, он чуть ли, я ему сразу, я не выдержал, я ему, типа, у нас столько проблем, у нас аборты, у нас, чего там, мы цепляемся, типа. Я так, говорю, отец Андрей, это не наша же проблема, что не мы народ свой научили бояться Бога. Я говорю, это не наша же проблема, это не наша, что мы, что мы плохие учителя, в о чем говорите? Я говорю, а из патриарха, а он, типа, он наш патриарх, он говорит, там, посмотрите ролик есть, он, типа, наш патриарх, там, типа, патриарх знает, что это же не просто так. Я говорю, у нас только три святых патриарха, из 15-16 патриархов, я говорю, а патриарх Никон столько двух дров наломал, что до сих пор не можем расхлебать, все это можно было сделать намного с меньшей кровью, и церковь была едина, а он что сделал, он начал рубить все это, зачем это, то есть это, я говорю, и вы говорите о чем, о какой это, вы хоть посмотрите, история, она всегда, то есть патриархи это не лучше, это, как сказать, это не является там каким-то, ну все, у нас нет такого непогрешимости, у нас непогрешимость только Папа Римского, его нельзя критиковать, его действия слова, а у нас пока такого нету, и представляете, и пропало, я потом что-то открываю, думаю, сколько там этих комментариев, там был один из комментариев, там что-то кто-то еще написал, но я не смотрел, там что-то ругали его, я смотрю, что-то вот там прям, я только написал, но я его не, я его не оскорблял еще и все это стало написал и сейчас смотрю всеми и метам вот найти идет еще там нажимаешь внизу а комментарий нету догнать их не об этом говорит на техничь опять он не понимает о чем он говорит пару вот хорошие его этот максима стать очень хорошая она такая наконец-то он прорвал его прорвало вот он молчал молчал его прям прорвало вот 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 реально его наконец-то он вот всю правду вывалил как вот есть она она там неприглядная вот как все от у него вышло все из него потому что это все это на самом деле так и тут мы мы можем почему мы слушаем на технику потому что мы другого ничего не слышим церкви сегодня как бы опять все и или нам льют на уши или абсолютный который не не вот просто ой все хорошо все будет все будет хорошо вот это все вот это все будет хорошо она был господи какой все будет хорошо как все будет хорошо когда все плохо когда вот вообще до внутренне с богом надо иметь мир но с богом а с миром как мы можем иметь мир с миром с этим когда господь сказал если вы имеете мир с этим миром то со мной не имеете этого мира то есть он противопоставляет нам этот мир любить этот мир значит меня не любите определению миру давайте дадим а что в мире похоть плоти похоть очей и спорда житейская обладает уже все можно подписать вообще все абсолютно то что мы сей сегодня прощаем вот принятие вот этих различных начертаний надо в этом нет ничего плохого а в этом же есть и охоте плоти потому что мы без этого не сможем пропитаться я без пропитания оставаться не могу где же я буду харчевать все будет хорошо это общая фраза у меня на общение непонятно я сейчас говорю да а я тут нас придут там будет ну как выгони там и говорю матушкой ты готов да матушка готова со мной куда угодно и дети наши будут страдать с нами и у нас стоит выбор перед нами какой наш внутренний выбор да я муж не знаю что придут на начнут молотить меня там в хлам меня там детей придано начнут там издеваться я не знаю как я поведу себя я не знаю я не я могу только там говорить там что-то да там я там я я знаю что господь не даст по моим не по моим силам если господь попустит это там где-то значит будет рядом стоять господь только надо днем к нему обратиться не свое какой-то и господи ты же где-то рядом ты ждал это все где ты помоги мне потому что не сразу главное не забыть эту минуту о нем чтобы вот вот а то тут сразу с эмоцией все сразу свои какие-то чувств чувствование родительские придут то есть игру лана придут главное не мучили бы господи главное бы на что мы смотришь как-то общая говорю за сбежит какой-то безумный да там топором перерубает нас или что главное чтобы чтобы я думаю а каким еще образом спасать господь может только мы какой-то может быть и кончину притягивать потому сейчас настолько настолько стали сыты вот я сейчас мою нашу жизнь на страну очень сыты очень сыты там два вот ведь холодильник здоровый это у нас это он по 2 метра да там такой он забитый по полностью забитым беспечности наши беспечность и дина тихоныча именно тоже не пустом месте жалко его конечно что он сейчас вот максим как бы камни на камне конечно не на нем не оставил тут он сам переживает особенно но ему как бы пришлось статью писалом три месяца вот я вижу что она ему тяжело дается что он как бы переступает через себя но сама его профессия критик да он же это его специальность вот и он как бы а теперь он сильно переживает он вроде не хочет с ним тоже и отношения как бы терять вот и в то же время он видит что он как бы ну поднасолил ему настроение да попортил на тихонич на его статью он мечтал еще не ответил он так намеками намеками но все он обиделся короче потому что я несколько несколько сюжета смотрел с ним вообще промолк от молчком ничего не да ну где то что он мне сейчас последних ну вот четырех роликов он вставляет там пока намеками намеками но пока еще еще широко не огласили вот эту статью да но он уже чувствует что ничего доброго нет ну я и сегодня звонил где-то у александра двусинка вот он с максимом общался и он как бы в макси ну что жестко что ну может было помягче то есть он до таких оскорблений там где-то опускался вот ну да он как бы вот где-то грань была его нарушена чувствую где-то его перехлестнуло но я знаете что думаю тут что-то хотел сказать по поводу то есть его мне кажется не надо было ему надо было начали поговорить с ним сына тихо на чем потому что тролли куда он первый там поставил и сейчас начали перед тем как это статью выдать он должен был ему это сказать не писать не писать не писать то есть ощущение что он как боится ему сказать ну ну да и на техничья и и это было бы мне кажется более правильно потому что там он его хвалил хвалил потом бах идут перемен но я недавно разговаривал с этим с отцом сергием будем все-таки вышли мы на связь с ним пообщались ну я слышу его обиженность такую некую прям очень сильную и я говорю почему с мне пообщать на тихо на чем он короче почему-то он хотел чтобы он что-то все пытался тут не выходил на связь просто скоро тостки хотел а еще хотел хотел вдвоем то есть он на меня не ну что-то у меня начинает говорить я вот и и и так а я тут начинаю улыбаться и это не смешно и я говорит не писал я что когда у вас такой же лицо какой-то хоть доход серьезных минус делать такой купить и дай крест-крест возьмите не крестом размахивать и чтобы чтобы этого беса ну что толку-то толку какой вот он пытался там нет у меня что-то не но мне как не так не наставил на просто я говорю единственное говорю я согласен со многим согласен но не опускайтесь до до вот этих ярлыков иначе как мы можем мы с мы судьи что мы превращаемся в него же то есть по подобным нельзя бить подобным то есть вот злом нельзя отвечать на зло ну а он не так сделано все так буду делать ну не то это это не то что это не христианский город а тем более то есть он не год мне тут день никто не платит за это я говорит все это я хотел сказать другой какой-то такой высокой рады радости сказать про человека я не заставишь ну нет вот такие я так думаю я вот к чему что это воздействие его он 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 же его начальник час алекс сергий дудин начальнику максима степаненко я думаю что он его давит так на него маленько он и начинал против максим не что-то говорить там начинал видно что он к нему то что он там вот его выгнали то что он там на горе крестился но надо я думаю я говорю я считаю что до крещение тут очень такая спорный тут надо церкви почему говорю вы церкви не подвигаете почему и пригласите олега стеняева вот он там его осудил где осудил но где его официально это где официально это почему почему это сегодня только на уровне какого-то как это плюнуть и закрыть дверь да муж плюнули так уж держитесь то есть как-то в открытую что там как все это говорите зачем там вот он сатану там без там не верну неправильно церкви должна высказать церковь она сказала я где сказала то что это женщину упадают этого и подставить но она что наговорил то есть я говорю зачем вы сдали это вы должны ну вот она так грамотно я считаю что грамотно неграмотно кто общался кто собирал материал вы собирали не она сам точно начинает как а вот смотрите сергей да вообще вот я вас не записывают а вот сергей беспроса записывает как я обижен ой как вы мне открыли правду я вообще был я это вообще вопрос как он типа я мог записать и записывал но у меня был еще выставить и против него же выставить но я же это не делаю я не делаю никогда в жизни чтобы новый человек насолить дома да не он он просто я так думаю обе очень сильно обижен как маленький ребенок такая в нем обиды то есть только обиды и больше ничего там нету а а чё еще вот он там против святой монаш что я говорю ну да он все но должна церковь сказать пускай святая церковь наша церковь найдет какой-то такой вот там лапкин там ну чё лапкин молчит даже на сайте ничего нет права про лапкин ничего на его сайте нет вот и степаненко еще черт там пытается это это там он он все-таки больше хвали хвалил падает статьям больше ухвалил чем ругал а сайт прям что-то нового даун сектант наконец он согласился всем сектант что он ну это воздействие подвозить не так кажется воздействие от соседки но видать надавил на него нет никого еще я говорю как и как быть да ну хорошо мы сейчас уберем гнать игру хорошо уберем ну что дальше да я сейчас я все согревся я я вот делаю со всеми подписываюсь я говорю я делюсь отец сергея а мне главное интересно играть эти что мы будем делать я не спрашиваю надо противодействовать и передавать и как вот такой дону ну надо вот ему вот снимать будет сказать уже не улыбаться с ними нет то его с ними него с ним город не улыбайтесь выбран как тонкому там злобешника я были для знакомый чур я уже прошел наставление потом а потом будет потом опять проходит время он забывает уже видать мило нет вам не надо общаться вам надо благословиться опыт о и епископа я чё-то не был а в отдел миссионерский неожидный миссионер и благословиться тогда чтобы уже с ним поговорили тогда с не можете общаться верю вы теперь мне уже запрещаете его определить себе разговаривать стил или не разговаривать даете какой-то это хоть наставление ну хоть хоть подкрепите его каким конкретным советом или с ним общаюсь вместе не общаюсь или я что я должен берет он сам не может понять потому что я с ними не общаюсь там я я живу не не возвышаю не это я с ним разговариваю стараюсь тем более даже ну а тем более там счета очень эмоционально общался сейчас я может быть не так буду общаться а тогда это меня было просто он мне просто все у меня имя всего хоть на него вылилось хотя он хоть но ведь не озвобился на меня я думал что скажет что махты еще один поп смотрите у него постоянно не уменьшается не увеличивается это везде на форуме на ютюбе число посетителей то есть 300 400 человек вот то есть одни приходят другие уходят люди что-то берут от него вот и уходят и уходят и уходят а берут что любовь библии вот понятие понимания рождение свыше вот как бы и понимание церкви я вот недавно разговаривал с наркоманом из москве он будет я после гнать техничек курить бросил ну ты это что такое то вот после мои мои проповеди кто если я могу только за это заставить курить на брось я вам честно я говорю я а и он говорит а он и год реально я год меня послушала вообще и бросил курить пристала котик курить ну почему нет он стал библии открывать я говорю что плохого то здесь я научить самостоятельно мыслить христианина все тут плохого и тому же он же проходит будет рендо я уже не могу вас моих ну понятно он все он уже он то что они от него взял он получил дальше пошел со мной встретился я тут ему подсказал там он мы с ним тоже три часа общались то есть он он реально такой услышал от него он говорит будьте когда общаться а я что он сказал говорит да вот там против агнатих не то что там но поделился говорю тут сейчас будем общаться там про там агнатих нечем будет еврея не знаю там конечно у нее там говорит всего хватает горься сама не могу слушать ему но вот скажите этому потом священнику что вы тут я я говорит бросил вообще наркотики то есть вот курить такие то есть я сейчас стал там гиблию читать храму там то есть я уже по-другому стал относиться к многим вещам бороду стала про отпускать такой сидит борода у него то есть это это же это же есть некий плод то есть плоту и если он если он такой секунд и этого же не было бы значит он что-то кому какие-то он слова говорит такие прям душу душу человек ложится эти слова ас в душу значит там что-то происходит я молюсь святым чтобы я например у меня не хватает иногда дерзости за свою греховность попросить прям бога напрямую и мне конечно я прошу святых а у меня у меня наоборот я не понимаю как можно у кого-то когда у нас господь есть почему у меня даже вот не открывает никаких святых чтобы у святых просили я сколько вот лет семь еще восемь назад я ну как бы мне было не по себе я смотрю на людей улететь люди все святые мой молятся а мне я думаю ну что ж я не православный что я вот у одного у другого и брат ну а как мне что мне делать вот вы заразились это лапкина точно то есть лет назад я лапкина не знал какой лапкин я слабо соединился что я увидел у нас веру похожую с ним не вы знаете я считаю что святые сейчас скажу почему я пишу иконы что для меня святые для меня святые это образ жития да я показываю что его житие и учись на его жизни так чтобы молиться вот и это икон я этого не понимаю вот как-то так я молюсь я молюсь святым всем я молюсь я не молюсь может быть иметь такую веру я не могу или никак не как бы господь вот он я перед тобой зачем тебе молись мне ну все верно но вот у меня есть у меня есть это преподобного сергия радонежского иконы вот у меня есть на этом вот у него была в келье такие конец покажу вот эти две иконы были в келью преподобного сергия присвятая богородица никола угодник вот и две иконы не устояли в келье преподобную сергия вот такие иконы вот он молился преподобный серафим царовский тоже присвятой богородица молился я думаю просто настолько мы отошли от бога уходим ну это вот может быть по святости вы можете но у меня по крайней мере я вот блудный сын когда читаю читал говорил мир друг пришло сознание что мы когда мы очень нас говорим мы должны конечно быть вот как дети вот эти это очень наш это очень высокая молитва когда мы господа отца к отцу обращаемся очень наш мы как сыновья должны быть ну по сути то мы как то помните блудный сын чувствовал я не достойно называться сыном твоим я совершил против неба и перед тобою и не достойно называться сыном твоим так возьми меня хотя бы в рабы и когда я это вижу слышу мне назвать напрямую google господу мне очень сложно ну то что там бывает такое я примут на попу престолка стоишь там да к нему но там ты понимаешь как тебя всего же начинает прям господи как я могу вообще к тем тебе обращаться я даже не могу головы поднять на самом деле и тут вот изначально надо богу прививая но и он последние несколько лет ты как несколько лет мне надо я всегда так молился я о себе никогда не прошу если моя молитва идет только за людей о себе даже не смелюсь и опросить что-то вот если в течение дня вот я кручу вас не помил господи помилует умеют идет иисусова молитва но опять же я к себе не отношу вот и молитва моя молитва как начинается я прошу господа о чем о том чтобы он научил оправданием его чтобы мы могли оправдываться вот это молитва господа потом богородица приставить богородица спаси нас потом я молю святых все святые угодники божий целительные чудотворцы молите бога на нас тоже вот потом я начинаю вот о матери обо всех родных о братьях о священниках и о друзьях от своих вот о себе вообще даже не прошу а как а я не я даже считаю что я не имею права просить на себе но может быть у вас нет какого-то у вас чего как от себя все равно себе тоже надо я никогда не прошу ни разу не просил вас бы это прошу если красивые боли начинаются я господу богородица молюсь чтобы они это смягчили боли вывести ваш ваш опыт ваш опыт духовную ножка другого другого ну как сказать у вас другое как я так я могу за себя знать если отец мой знает не берет чем не нужно что мне лучше то и у меня такое понимание чуще просить просто у вас но у вас все единственное помнишь господь сказал хочет быть здоровым да у спросил он у больного он уже спросил я что думал зачем он спросил у больно уж хочешь быть здоровым а вам воз속 Господь скажет хотите быть здоровым нам собственно чем у вас единственной какой желание быть здоровым или не быть здоровым все или там забрать вас папа быстрее может побыстрее 소�имиУ больш Taylor не даже что ей мы тебе такие вопросы даже никто давай я не хочу после отлачения не не спасутся в этом самом здоровье своим ну да, представляете, сейчас вам Господь дал здоровье и все, и вы будете звездой телекранов, это все начнет начнут носить по всем они меня и так одолевали вот несколько лет назад, да, я отказался от них, от всех этих каналов а если я выйду, то это чудо какое, да, я тут лежал 14 лет вы звездой станете, все у вас будет все у вас будет, и вы будете все это, это будет мне кажется, даже я буду звонить там вам, говорить, кто это там в этом положении что только думаешь, только в этом положении кто люди оказываются, я, ну так и говорю суицидом в основном, потому что никакой перспективы в жизни нет все, ты лежишь, а тем более в молодые годы я говорю, вы хоть ездите, у вас вот там он ложку там держит рубает сам, он даже рубать не может сам, понимаете муху не может от носа отогнать, заразу будет мучить как бы, и то, и то он, не то, что у него нам не унывает, у него это, это его его крест, он это понимает он принял его, он смирился с этим я говорю, а мы что сейчас делаем вот мы, нам, мы недовольны, мы жалуемся, я пытался, что вот это смирение, это то, что мы согласаемся, то, что Господь нам дает а не то, что там, вот такой мирный у меня там мир, там какой-то мир, там мир мера, мера, это мера, согласился с мера, с которой Господь мне дал а не мир, мир, вот это мир, смирение сме, мера, мера там главное, мне кажется да не кажется, это, это по цирковному славянскому языку, кстати, раньше он писал через ядь, е, такая была, ну ядь смирение, а потом уже, почему же там поменял, а не какая-то, какая-то пошла вы уникальны в каком-то смысле, таких нету, вот я сколько смотрю, общаюсь, на самом деле уникальны в этом смысле, тем более не то, что вы смотрите, активно ведете, активны, мало того, для вас активность это некая деятельность души, то есть душа ваша активна, она нуждается в этом, и для вас это пища для жизни, то есть вот это Максим, как Максим сказал, степанент, но у меня есть ролики, я его не выставляю, мы втроем там беседовали, и я ему говорю, что у меня вот мира нет, и мера срываюсь на мать, да, ну это, ну недовольство вот это вот, то есть не то она делает, но она на самом деле во многом, конечно, ну я не хочу это озвучивать, это мать моя и все, я ее люблю, какая есть она, вот, и я не могу с этим примириться, то есть отец не мог с этим примириться всю свою жизнь, то есть она такая вот, и положи там, и пошла, росла, бах, упала все, или она берет, допустим, там, вот это вот, роет там все, ну порядка такого она не придерживается, а мне это все, вот у меня от отца это все, я не могу это выдерживать все. А отец у вас эти стюли видать, да? Ну он такой, педант, да, вот, ну сейчас я вот пытаюсь, вот, и на этой почве у нас происходит иногда с ней эти размолки такие, ну, верит все все быстро, вот, и я ему признаюсь, я говорю, ну, то, что у меня есть такое, я чувствую, что я духовно прям падаю, мгновенно сразу я падаю в детство какое-то, вот, ну, поднимаюсь, поднимаюсь, вроде бы забрался, да, и тут, вот, и он мне говорит, ну, вот, ты, говорит, как раз вот этими делами своими, вот, то, что ты делаешь, да, Господь, может быть, и покрывает вот это твое, вот, и я как бы на этом утешаюсь, я сейчас не понимаю, я понимаю, если я буду что-то делать, да, вот, для Господа сметиться, да, видишь, я делаю за выгодный какой-то, вот, и Господь и побуждает тоже, говорит, ну, то есть он дает поле деятельности, и я с радостью, и я с радостью, и я с радостью, и все, ну, и тут же и выгода есть какая-то. Не, ну, Господь, покрываю должен, как это, а как, на чем, ну, сейчас, мне кажется, жертвователей, и вы на жертвователях, мне кажется, это одно время жертвовали, наверное, вам, да, какие-то деньги, а сейчас, мне кажется, народ пожил, победнее. Первые три года я написал, делал сайт, не, не первый, на третий год, вот, я собрался делать операцию, в общем, в сваловой клетке как раз открыли на второй год моего лежания, вот, и такая надежда появилась, операции полтора миллиона стоило. Вот я сделал сайт, и, как бы, информацию в интернете допустил, это, что собираю на операцию, вот, и люди, ну, помогали люди. Полтора миллиона набрали? Да, ну, нет. Сегодня политика, очень много политики в церкви, и это беда нашей церкви, что мы селились с политикой, и поездка к патриарха это политика, опять же, все это политика, и кто использует его, это там можно только догадываться, но все равно это, это по-хорошему не закончится. Господь все равно создаст, даст такую ситуацию, что очистит от политики всю церковь, и то есть мы не должны сливаться с политикой. Политика это, это вообще не церковное дело. Большой, и этот вопрос уже вообще, тут уже, он настолько вырос, уже не столько мы с политикой не должны сливаться, а уже церковью с этой современной мы сливаться не должны. Ну, вот, видите, а чтобы очистить православие, кто сейчас, против этого рождача, кто пойдет, кто сейчас может прямо сказать об этом? Кто скажет, того сразу за борт, того сразу объявят опять маргиналом и все. Поэтому мы придем к тому, что нас Господь все равно каким-то образом нас очистит, то есть все равно даст какое-то испытание нам, чтобы церковь опять отделилась, то есть через огонь этот проведет нас опять. А куда деваться? Мы вот, ну, такие вот мы, что делать нас? Все, ну, а все, много батюшек вот сейчас живут им, ну, что им, сытные приходы, что там, живут, дети растут, зачем им там волну поднимать? Вот они все прикормленные, все сытые. Ну, так и было до 17-го года тоже. По сути, все же циклично в истории. Также здесь будет еще что-то подобное. Я говорю, я говорю с отцам, говорю, отцы, только не наделайте, ну, я просто образно разговариваю с отцами, говорю, главное не наделать против народа каких-нибудь этих. Потом на коле спасают этот же народ. Или сбросят с этих, с колокольни поднимут и сбросят. То есть, тут надо было очень аккуратно, народ, народ, он вроде такой, да-да-да, покладисто, а когда дело дойдет до расправы, ой-ой-ой, мало не покажется. Ну, главное нам не смиряться с этими, не сойти и смириться. Да, да, нет, я, знаете, я думаю, вот Ольга Четверякова, мне очень она понравилась, взвешенная такая, она сказала, ни в коем случае не паниковать, все, Господь, над всем все равно Господь, мы просто должны как бы стоять, держать свою позицию, и все. Когда еще куполат золотить будут, когда их сейчас золотят, еще когда их будут золотить? Ты что, их перезалачивать, что ли? Нет, даже вот сегодня это время, это все, это благоприятное время, все, теперь у нас кризис, нас теперь сейчас будет финансово все ниже и ниже опускать, все, это был пик, даже сейчас сказали, что 2014 год это был выше наш финансовый уровень, все, больше мы не вырастим, нам не дадут вырасти, все, нам теперь сейчас, теперь нам опять предстоят опять сложные времена. Ну, это как раз то время и было, золотечение куполов, когда титановые, все эти, а я, кстати, недавно думал, у нас купола такие, это из нержавейки, о, не ржавейки, а оцинковка такая, ну, можно грубо говоря, ну, из этих, из корыт таких, тогда денег не было в 90-х, и они, видать, сделали, вот они до сих пор, я вот недавно прям, ну, вот надо сейчас деньги будут собирать на купола, сделать их, ну, под титаном, там, титан, там, вот у нас два колокольня и купол, думаю, ну, где-то полтора миллиона где-то надо будет тоже думать, как искать эти деньги, и тут вот, я говорю, вот, как раз золотить купола, вы говорите, и как раз он и придет, думаю, может, не надо золотить пока. Ну, пускай, нет, не то, что я там, я, например, ну, у меня к этому очень такое отношение, то есть, я даже думаю, что для церкви как раз и надо, и огнобить надо, то есть, пускай, пускай правительство будет ненавидеть церковь, пускай, ах, эти сволочи, эти христиане, и для церкви тогда есть польза, а кто приглаживает церковь, когда вот ей дают какие-то условия более-менее, то все, это начинается гибель для церкви, да пускай гнобят нас, и мы выдержим, а куда нам деваться, сами себя мы не можем так взять, закрутить, потому что, ну, как, все дается, вроде, сейчас так, а с другой стороны, желать этих гонений, ну, я тоже как бы не молюсь об этом, не рвусь к этому. Я думаю, мне сейчас надо это зубы лечить, там, коронки новые ставить, надо расшатывать коронки, это, я думаю, что... А как вам тут, вам привезут этот станок, этот, к вам сюда? Да, приезжают и на домой делают, я думаю, я уже три года надо лечить, я думаю, еще лечить, скоро помирать все равно, а потом... Я, как это мне понравилось, Мамонов сказал, мне так понравилось, он говорит, у него без зуба, без зуба, говорит, а я, говорит, деньги у него есть, главное, чтобы поставить, говорит, ну, и что я поставлю, говорит, ну, и что, я буду ходить с этой улыбкой, и что, говорит, это же не мое, а свои профукал, говорит, вот теперь и хожу без зуба, и говорит, ну, вот на этот зуб, это его и живет, так он, как-то мне так понравилось, сказал, ну, говорит, ну, что делать, свои-то я, типа, профукал, что там сейчас, ну, какие есть такие, как Господь доставил, такими и пользуюсь, вот так и... Ну, вот, да, ну, все-таки это, я же еще говорю, то сам себя, а Господь сам подкрепляет силы на жизнь, дает, чтобы это, вот это вот, чтобы не время еще, не время. Не, ну, эти вам еще и, слава Богу, как-то и общение дает, мне кажется, у вас столько общения, что вы, мне кажется, устаете даже, да? Ну, ладно, Сергей, все, никак не простимся с вами. Ну, да. Ангел-хранитель вам, помоги, Господи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вы еще спать будете сейчас? Да нет, у меня там работа есть. Ну, давайте, долго не засиживайтесь. Давай, засиживайтесь.